Раз. Отлично. Как Валентин уже представил, зовут меня Байрам. Я хотел бы рассказать, какой путь к машинному обучению на Python мы прошли в компании. Я расскажу детально, скажем так, первые две трети пути о том, из-за чего вообще захотелось решать задачу. Потом, как это оказалось, я думал, что это сложно, оказалось просто. Потом, как я думал, что если так просто начал, то дальше будет еще проще. Оказалось, что сложнее. Как я поборол первую часть сложности, но появились другие, и я просто понял, что на этом уровне нам достаточно. Я надеюсь, вы увидите, что это достаточно. Поэтому моя, если говорить, единственная цель текущего доклада — это показать, что делать deep learning и machine learning на Python — это начать делать. Это очень просто. И для этого не нужно PHD, хотя это поможет. Для этого, в принципе, даже Python нужно знать на очень базовом уровне. По моей позиции в OpenZ вы понимаете, что навряд ли я суперпродвинутый Python-разработчик. Скорее, я отношусь к любому языку программирования или библиотеке как возможность решить конкретную задачу, которая мне нужна. Иногда глубоко не разбираясь, как это работает внутри. Поэтому здесь есть один плюс, один минус. А, я точно покажу, что это легко. Б, очень детально на уровне математики рассказать, как работают convolutional networks и как алгоритм обратной пропагации работать, я, наверное, не смогу. Но я считаю, что на уровне тех задач, которые можно решать, в принципе, это не нужно. И в заключительной части нашей CTO Сергей Пронин, он расскажет, как он решал, во-первых, одну из конкретных задач, а во-вторых, как готовые модели машинного обучения можно запускать на iOS и покажет пример, как это сделано в нашем приложении. Собственно, вообще началось все вот с этого видеоролика. Кто знает его? Окей. Очень прикольный видеоролик, когда парнишка на своем MacBook Pro запустил open-source модель, доступную практически любому, и идет по Амстердаму, а параллельно на его MacBook распознается все, что он видит. И если вы понаблюдаете, то есть вот там определил person, что человек идет, определил сначала человек, определил, что есть какой-то билдинг, ну, какое-то здание. То есть в реал-тайм режиме с минимальными нагрузкой на простой MacBook Pro можно решать задачки. И у меня возник, когда я увидел это видео, у меня возникло всего два вопроса. Первое, как это сделать в Python, потому что это было не на Python. А второй, более сложный, как это сделать, как натренировать модель, чтобы она распознавала не объекты вокруг, а конкретные объекты, которые мне нужны. В частности, задачка очень простая. У нас есть около 9 миллионов фотографий отелей. На одной фотографии это ресепшн, на другой это фасад здания, на третьей это ванная комната, на четвертый ресторан, на пятый бар. И как классический путь это нанять Mechanical Turk или пару человек в Иваново, Иваново в кавычках, то есть где-то, где зарплата ниже, чем в Москве, и посадить их примерно на 2-3 человека года, чтобы они ручками, пальцами указали, на какой фотографии что изображено. Это стандартный путь, стоит он, посчитайте, там в районе около 150 тысяч долларов, примерно, в зависимости от этого. Вопрос был, можно ли сделать модель, которая бы это сделала автоматически сама, и нам бы не пришлось тратить, а, во-первых, 150 тысяч долларов, во-вторых, более важный поинт, мы бы это сделали в дни-недели, а не в месяцы и, не дай бог, годы. Простая задача. Собственно, эти два вопроса я и покрою. Первый вопрос — это как сделать это в Python. Вообще удивительно, насколько сейчас все, кому не лень, рассказывают, что у них есть крупные вендоры, рассказывают, что есть у них свои какие-то API, типа, например, у Гугла тысяча фотографий, и распознать, будет стоить в районе, ну, до доллара. Они продвигают эти API для распознавания объектов и просят за это деньги. И, в принципе, кто не знает или кто думает, что это очень сложно, он начинает пользоваться этим API. И тратит, ну, там, пример, который у меня в голове, примерно около 4-5 тысяч долларов в месяц просто на API, который вы ему показываете фотографию, он говорит, какой объект там изображен. И все, что хочет сделать любой крупный вендор, это убедить всех нас, что это очень сложно. Для этого у него есть миллион разработчиков, получающих еще такие же миллионы, и они делают какой-то rocket science, который недоступен простым смертным. Как выясняется, в реальности все, конечно, далеко не так, и open source настолько развит, что эти задачки можно решать гораздо проще. Начинается все вот с этого. Без этого не было бы ничего. Это открытая база данных, называется она ImageNet, в которой около миллиона разных объектов, ну, фотографий разных объектов, и на каждой фотографии размечено, что именно изображено на ней. То есть там человек, бровь, оса, корова, неважно, вплоть до там национальностей и так далее. И с этой базой данных каждый год проходит соревнование. В этом соревновании участвуют лучшие умы Microsoft, Google и же с ними, которых задача написать модельку, которая бы с максимальной точностью распознавала объекты, которые входят в эту базу данных. И проверка происходит именно на этой базе данных. Соответственно, как вы думаете, когда какая-нибудь команда или компания выигрывает это соревнование, то что она делает с моделью, которая, точнее, с архитектурой моделью, которая выиграла? Она выкладывает в открытый доступ и предлагает другим ей пользоваться. То есть, смотрите, сначала нам нужна база данных, она открытая. Второе, нам нужно посмотреть, кто последний, какая последняя архитектура модели показывает лучший результат. Сейчас, на текущий момент, это так называемая архитектура exception. Она дает, там, текущая точность, а мы сейчас, по-моему, увидим, но, если мне память не изменяет, в районе, там, 91% на топ-5 категориях точности. Я потом поясню, что это значит. И, оказывается, этих моделей очень много. Каждый год появляется новая, каждая команда создает какую-то новую архитектуру, побеждает, публикует. И вот это название всех моделей, которые существуют. Ну, не всех, но очень многих из тех, которые существуют. И, как я сказал, они лежат в open source. Все, что нам надо, это взять их. Для этого есть готовая библиотека фреймворк Keras, в котором есть, ну, например, давайте возьмем модель ResNet. Вы видите, что я импортирую эту модель и вспомогательные методы, чтобы подготовить имидж к декодированию. Я чуть попозже поясню, но, по сути, это перевод в матрицу любой картинки. Создаю модель. Дальше определенным образом подготавливаю картинку. В данном случае размерность ее. И, соответственно, перевожу в матрицу. И все. И вот эта модель, по сути, это то, что вам Google Vision API дает на выходе, когда вы подаете им картинку. За что он берет? Как я сказал, примерно за тысячу фоток около доллара. Мне кажется, что не очень сложная задачка. И я удивился, насколько просто можно сделать базовый классификатор картинок. Классификатор с примерно 90% точностью. И, конечно, это было удивление. В данном случае вы видите в комментариях, как сработал предикт. Вот, собственно, и все. И чтобы воспроизвести то, что там делалось, точнее, часть того, что там делалось, это с картинки понять, что за объекты есть, нужно всего лишь это. Но чтобы понять, как это делается, нужно немножко объяснить, что такое конволюшн нейросети. Я не буду детально объяснять, но я лишь поясню ключевую мысль. Во-первых, inspiration из биологии, что примерно так считается, что животные люди видят картинки. Что они делают? Они, по сути, картинка разбивается на большое количество мини-объектов. Каждый объект — это сколько-то пикселей. И происходит так называемое абстрагирование. Ну, представьте, что у вас есть много пикселей, много кусков, которые описывают какую-то часть меня, моего лица, допустим. И перебирается, допустим, миллион разных лиц. Что значит абстрагирование? Вот если бы вы писали какой-то… У вас есть четыре класса, и вы пытались бы абстрагировать какой-то parent-класс. Как бы вы это делали? Вы бы взяли то, что общее, присуще каждому из классов. Правильно? Соответственно, здесь делается то же самое. Берутся пиксели, которые встречаются во всех, грубо говоря, миллионах разных видов лиц. И это какие-то последовательности пикселей. Нам на самом деле не так важно, какие. Дальше, когда они абстрагируются, условно 9 пикселей превращается в один. То есть берется 9 разных и описывается одним пикселем. И когда это проходит по всей картинке, то изначальная картинка, очень понятная, но слишком детальная и точная, превращается в такую некоторую абстракцию. Дальше это повторяется несколько раз, убирается ненужное, и в итоге появляется картинка, точнее, я бы сказал, набор пикселей, которые описывают объект. Любой. Когда я на него посмотрел много раз. И в принципе, если вы понаблюдаете за собой, когда вы были маленькими, или за своими детьми, вы заметите, что мы примерно, кажется, так же делаем. То есть я, например, говорю, мам, это что, мне говорят, допустим, это птица. Потом я вижу кого-то, у кого тоже, допустим, крылья, и говорю, ой, это птица. А мама, например, говорит, нет, это пингвин, условно. И я начинаю понимать, изучать, что, окей, есть какие-то базовые штуки, присущие всем представителям птиц, а есть какие-то, которые не вписываются в это. По сути, в моей голове появляется некоторая абстрактная модель всех вариантов птиц, которые бывают. Здесь делается де-факто, если очень упрощенно, то же самое. И когда это делается, в итоге появляется некоторое представление абстрактное любого объекта. А дальше, как вы понимаете, все гораздо проще. Если у нас есть абстрактное представление объекта, и оно срабатывает на большом количестве объектов правильно, то делается предположение, что и на тех объектах, которые не видели, но тоже такие, если присутствуют эти характеристики или фичи, то мы поймем, что это тот же самый объект. Чтобы немножко показать, как это работает на разных слоях нейросети, там современные и самые эффективные нейросети, почему называется глубокое обучение или deep learning, потому что там несколько слоев вот такого абстрагирования. Там не только, кстати, есть абстрагирование, а просто когда берется и половина всех выученных абстракций удаляется в предположении, что они излишни, чтобы описать некоторые объекты. И проверяется заново, если это ок, то зачем усложнять абстракцию, грубо говоря. И, соответственно, такие слои идут друг за другом. Ребята записали видео, которое показывает, как нейросеть, нам не важно, что они говорят, я прокомментирую, как нейросеть видит некоторые объекты. И вот каждый из… Вот здесь это слои нейросети. И вы видите, что то, что видит нейросеть, очень чем-то напоминает набором пикселей, то, что есть на картинке. На самом деле она выбирает только самые ярко выраженные вещи. Например, чаще всего самый первый слой – это просто распознавать границы объектов. То есть если есть черные и белые пиксели, скорее всего, это граница чего-либо. Дальше это усложняется. Видите, что там, например, на втором слое уже видны очертания лица. То есть это прямой поток идет. И вот он проводит бумагой. И здесь видно, что появляются такие вертикальные линии, которые обозначают, что этот слой отвечает за то, чтобы понять, что что-то вертикальное, что линия вертикальная, грубо говоря. Собственно, вот примерно как внутри это все работает, если кому-то интересно. Собственно, поняв, что надо делать convolutional сеть и в принципе есть готовые, которые могут распознавать те объекты, которые входят в image.net, понятно, как распознавать такие же объекты. Но что, если мне надо распознавать другие картинки? Вот как я сказал, это отели, картинки отелей. Такой баз данных никто не создавал, никто не тренирует под эту модель. Соответственно, как мне с этим быть? Есть какие-нибудь идеи у тех, кто не знает, как работает диплернинг и вообще-то? Вот если у вас есть какая-то модель, которая умеет в целом большое количество часто встречающихся объектов распознавать, а вам надо создать свою, которая очень заточена под конкретную бизнес-область. Но одни из базовых слоев этих сетей, они отвечают за очень базовые вещи, типа знать, что это горизонтальная линия, вертикальная и так далее. Взять за основу какую-то модель, которая хорошо работает, убрать самые последние слои, потому что они слишком заточены под бизнес-область и перетренировать их или полностью изменить вот свою область. Все. де-факто вся логика создания своей кастомной модели заключается именно в этом. Очень хороший есть блок на эту тему и отличнейшая статья, как это делать на Keras. Называется она выведена на экран, но на блоге Keras просто напишите image classification, сразу найдете. Там по шагам объясняется, как взять базовую модель, убрать лишние слои, создать свои и запустить на свои данные, на свои картинки. Я сначала запустил 12 тысяч картинок, натренировал на ней, потом я довел до 100 тысяч, этого было достаточно, чтобы решить задачу. Все делал по факту. Поэтому, когда я это проделал, вот если я взял базовую структуру модели и просто натренировал на своих данных, на тех чуть больше 10 тысяч картинок, я сразу получил 72% точности. То есть, я вообще ничего не делал. Я просто попросил компьютер, заточенный под одну задачу на своем дейтасете. Но понятно, что 72% это мало. Сразу скажу, что один из самых больших вопросов, который у вас будет тренировать в своей модели, это какая точность вам приемлема. я для себя решил, что 90% это будет good. Ну и думал, что быстро это сделаю. И чтобы объяснить, как бы, почему я делал это долго, мне надо объяснить, что я взял за основу модель VG16, когда я выводил одна из популярных моделей. и вот как я говорил, сначала берется картинка и потом по сути рассматривать это как фильтры. Убираются ненужные пиксели, абстрагируются, 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 а в итоге переводят в вектор, который показывает путем преобразований, показывает какая именно категория объекта у вас есть. Собственно, я взял эту и как вы думаете, что надо делать, что можно делать, чтобы я увидел, что по умолчанию 72% точность, что можно делать с этой моделью, чтобы может быть повысить точность. Первое это менять архитектуру, или убирать слои, или добавлять. Второе, что еще сразу вытекает отсюда, циферки тут не зря. Да, менять размер как пикселей, которые вот когда я говорил, что там из 9 пикселей берется 1, абстрагируется, то есть это 3 на 3. Можно брать, например, 2 на 2 и из 4 пикселей делать 1, или брать 4 на 4, но будет тяжело с точки зрения вычисления, и из 16 создавать 1 пиксель. То есть менять размерности этих слоев и еще ряд вещей, которые делать 2 месяца, сначала на CPU, но потом понял, что это слишком долго, взял в аренду GPU, 2 месяца я потратил, сделал 90% точность, сэкономил компании, нет, по-моему, нет представителей, около 150 тысяч долларов, и по сути, если говорить, что я делал, это я добавлял, убирал слои, я пробовал разную архитектуру, есть разные способы активирования слоев, так называемые. Когда мало данных, вы столкнетесь с тем, что модель не успевает научиться, и есть отличнейшее решение, надо, у вас есть, например, картинка, вы, допустим, рандомно делаете зум какой-нибудь правой части этой картинки, то есть искажаете картинку, и тем самым создаете больше вариантов данных, на которых можно тренировать модель. И, собственно, вот этот, я его называю кризис, дропаут, это когда, например, модель научилась, абстрагировала пиксели, научилась представлять, что это такое, а потом вы такие, брось половину выученного, забудь, и начни, попробуй без этого, или начни заново. И интересно, что это один из самых эффективных механизмов, и, кстати, в биологии также, если быть конкретным, как попробовать выйти на новый уровень точности и эффективности работы модели. После того, как я это все сделал, я решил провести два семинара внутри компании, где, собственно, показал, как это делать. Хотел бы, чтобы мой коллега Сергей Пронин, наш СТО, рассказал, собственно, как после тех двух семинаров, и там больше, по-моему, больше без никакой входящей информации, он решал две конкретные задачи. Всем привет. Как сказали, меня зовут Сергей. Да, были два семинара. Был первый для обычных моделей стандартных, второй был про DIP. И после стандартных я подумал, что мне просто нравится что-то писать, я подумал, что что-то надо написать, и надо было придумать, что писать. Распознавать абстрактные картинки слишком скучно. Две задачи, которые в итоге удалось решить. Правая собственно обычными стандартными классификаторами, левая это уже DIP-сетка. Слева понятно, сканирование паспорта, наводишь телефон и получаешь сканированный паспорт без отправки этого всего дела на сервер, то есть он на девайсе. Справа есть такая история с художественной гимнастикой. У меня тогда девушка, жаль, что уже, ну, не важно. Работала она тренером, и они заполняют на художественной гимнастике вот такие замечательные штуки. Это символы, обозначающие движение, которое делает спортсмен, спортсменка в основном на сцене или где они там это делают. И это все значки, и, соответственно, люди заполняют это ручкой на бумаге, и это все очень скучно. Не скучно это рисовать на iPad, например, и потом, а, потом нужно руками считать. То есть вот эта комбинация значит 0,3 балла, когда показывают, насколько ты выступил. Круто это рисовать на iPad, он бы это распознавал и потом считал бы итоговый результат сам. Соответственно, я решил, что это можно сделать, используя классификатор. Это же то же самое, что цифры или буквы, но рисуется по-другому. Вот. Соответственно, подход был простой, надо собрать данные. Вот. Для этого просто я сел и рисовал эти значки. Вот. Основные там какой-то набор. Второе, надо было понять, ну вот у меня есть картинки дальше что. Я посмотрел, ну, надо было их перевести, в общем, в какой-то нормальный вид, вид цифр. Я сделал их черно-белым, потому что цвет мне не важен. У меня 0.1, это был белый или черный. Вот. И просто записывал это в массив одномерный. Ну, и потом, соответственно, надо было бы как-то это обучить. Надо было понять, что обучать. Вот. Такие картинки были. Просто я сидел в метро или шел по улице и автоматически рисовал эти картиночки. Вот. Использовал стандартный пакет. Это все SCI Kit Learn NumPy, который позволяет эти картинки читать и кодировать. Вот. И потом, соответственно, Бэрон рассказал про разные линейные классификаторы, в том числе. Самый простой CanNaybors, он ищет ближайших соседей просто по многомерным векторам. Вот. 78% сразу же у меня получилось, но это маловато. Подумал я. Добавил еще вторую штуку, которую я плохо понимаю, как работает, но она увеличивает точность. Вот. Она ищет, в общем, преобразует данные. Еще раз. Называется Principle Components, да? Вот. Анализ. Ну, так как без PHD, я просто брал куски и прогал, и все работает. Я просто знаю Python, и мне это повезло. Вот. И потом я пытался понять, может, кто-то решил эту задачу. Вот. На самом деле наткнулся на самый очевидный вариант. Это Амнист. Это люди на американской почте распознавали индекс, вписываемый в маленькое окошечко. Это у нас нужно рисовать по точкам, как в детском саду, а у них ты просто пишешь, как хочешь, и потом нужно эту почту сортировать. собрали 60 тысяч циферок и, соответственно, выложили их в open source. Они размером 28 на 28, черно-белые, и все бьются, у кого выше точность. И модели прямо просто на этом же сайте скачиваются. Вот. Или примеры кода на разных, на разных фреймворках. Вот. Оттуда я стырил SVM, который тоже пишется в три срочки, 90 процентов. Все было очень круто. Вот. С паспортом. А венео будет, да. Тут сканируется паспорт. Да, и потом пишется приватные данные. Я оставлю на этом слайде. В общем, с паспортом немножко сложнее. Там намного больше классов. То есть здесь на каком-то количестве классов это все хорошо работает, когда классы растут, а с паспортом это все английские буквы, все цифры. И еще вот эта замечательная галочка. Вот. У вас в любом, в русском, в новом и в загранпаспорте снизу есть белая зона. Вот. Из нее можно достать всю информацию, кроме даты выдачи паспорта. Точнее, даты окончания паспорта. Но обычно в России мы прибавляем 10 лет и все хорошо. Вот. Зачем это нужно? Человек покупает билет в приложении, его просят ввести паспорт. В России все это просят сделать. Он начинает искать его и потом начинает это вводить. Это неудобно. А тут он наводит телефон. Ну и там видно распознается довольно быстро. Использовали две модельки. Первая Char 74 и ICDR 2003. Это типа база данных, картинок. Там буквы и цифры. Вот. Пусть будет. Ну ладно. Может быть, если кто-то увидит еще одного Bayram, это вот из-за этой презентации. Архитектура была модифицирована им НИСТ, потому что особо не придумаешь. Я использовал TensorFlow. Вот. И у них у всех, кто бы не представлял вам новый фреймворк на питоне для работы с машин-лёрнингом на цифрах или буквах, все будут вставлять сразу готовый код. У TensorFlow есть страничка типа как НИСТ на TensorFlow настроить. Я настроил. Дальше был следующий шаг. Это вот у меня есть моделька. Мне нужно засунуть ее собственно в телефон и запустить. У TensorFlow есть решение, но оно весит очень много. и это занимает много места приложения. К счастью, вышел iOS 11 буквально вчера. Вот. И на нем можно из коробки делать просто даете ему модель, но фреймворк для запуска этой модели уже встроен в iOS и вы не тратите место своего приложения. Вот. Есть специальные инструменты для конвертации вашей любой модели в модель, которая подходит для iOS. Вот. У Android там есть TensorFlow Mobile. Ну, я думаю, как-то они выкатят что-то подобное тоже, чтобы вы не скачивали каждый раз библиотечку вместе с собой, а только модельку. Вот. Примерно так. Конвертеры вашей любой модели в модель, которая подходит для iOS, написан самим Apple. Там есть некоторые нюансы, но все быстро переводится. Мы вместе с Bayram эту модельку конвертнули, засунули в iOS и все работает. Спасибо. Собственно, первая причина, почему я попросил Серегу рассказать, потому что, чтобы показать, что не нужно очень много тратить времени или получать специальные скиллы, чтобы делать достаточно advanced вещи с помощью машинного обучения, активно реюзая то, что уже создано людьми. И мы как бы себя, мы не претендуем на то, что мы создаем новые алгоритмы и так далее. Мы, у нас есть задача, мы ищем лучшее решение этой задачи и пытаемся его реюзать или немножко модифицируем, чтобы решить нашу конкретную задачу. У нас нету задачи придумывать новые алгоритмы. Например, создатель алгоритма Backpropagation на днях сказал, что Backpropagation это фигня и, короче, мы не сможем сильно продвинуться и улучшиться в машинном обучении, если будем его использовать, надо придумывать что-то новое. Мы не про это, мы про конкретику и как это использовать. Точно так же про конкретику и как это использовать вот этот дядечка. Если кто знает Kaggle, Kaggle это площадка, где компании публикуют свои задачи, связанные с машинным обучением и с бизнесом, для бизнеса, а люди из разных уголков мира решают ее, соревнуются, кто лучше решит. Он решил сделать курс по открытой MMOC для Python разработчиков, которые в течение четырех или пяти лекций по этому адресу вас научат делать не только то, что я успел показать, но и, например, научиться создавать архитектуры моделей, которые заложены в основу того алгоритма, который выиграл в Go недавно. Или тех алгоритмов, которые юзают, чтобы, например, воссоздать диалог, виртуальную личность умершего человека. Может, знаете, что есть такие кейсы. В принципе, все, что нужно за пять лекций по полтора часа вы видите. Все Python ноутбуки, которые нужны, чтобы это делать, они доступны. Вы просто берете, включаете, пробуете и имеете свою задачу, которую вы решаете. Де-факто все. Ну и, собственно, я был бы не я, если бы не воспользовался возможностью, кто, если кто-то захочет решать задачи, связанные с не только машинным обучением, но и программированием на App Engine, Google Cloud и так далее, мы welcome всегда в нашу компанию. Единственное, я скажу, только те, кто потенциально готов переехать в Европу в ближайшие три-четыре месяца. Будем рады вашим письмам. Вопросы. У нас есть, да? Пять минут. Интересная информация про переезд в Европу. Да. Так. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, переход код с GPU на GPU сложен или тоже элементарно как это делается? С точки зрения фреймворка элементарно. Единственное, вы потратите много времени, чтобы установить все дополнительные библиотеки, которые, ну, там есть CUDA и так далее, чтобы запустить и GPU, чтобы вычисления были на GPU. С точки зрения кода, код, если вы придерживаетесь всех абстракций кероса, то вы его не меняете вообще. Спасибо за доклад. Вот по поводу ImageNet вопрос. Там, они точность проверяют, понятно, у них есть размеченные картинки, есть лейблы, и они, когда мы меняем задачу, то есть, ну, когда надо искать отели. Понял. Как проверять точность? Спасибо. Смотрите, там как было. Мы знали для примерно около 100 тысяч мы знали, как это называется, категории. То есть, мы знали, что это басрум и так далее. Соответственно, поэтому мы эти 100 тысяч в итоге и брали, на чем тренируем. Соответственно, базовый подход, чтобы оценить точность, делится эти 100 тысяч, например, на 70-30, на 70 тренируется модель, пока не покажет, допустим, точность 90%, потом она 90+, потом она запускается на тех, на той части, которую она никогда не видела, на этих, допустим, и оценивается реально ее точность. То есть, да, у нас изначально был сабсет картинок, для которых мы знали категории. Если же их нет, то именно эту часть я рекомендую создавать вот с помощью или как бы своих людей, или Mechanical Turk, или очень часто оказывается, что это есть в открытых данных. Ну, например, хорошие сайты а-ля Expedia, они в alt- в alt-атрибуте HTML пишут, что это. Ну, потому что они должны соответствовать. Берете, очень часто бывает, что вы думаете, что или, например, у у кого-то это было, я сейчас не помню, в name файла было название категории. Ну, то есть, я к чему, что даже если у вас нету размеченных данных, скорее всего, люди очень пишут код обычно очень системно, поэтому, скорее всего, вы увидите где-то в коде, в названии файла, в названии категории увидите что-то присущее всем. Даже watermark вот чтобы там есть большая задача как распознавать фотки с watermark чтобы их не показывать потому что ты их своровал с другого сайта. Например, многие пишут в свойства файла copyright ну, то есть, как бы и ты такой разложил атрибуты jpeg и забрал там то, что тебе нужно. Поэтому я к чему, что ищите, но глобально да, если нигде не нашли придется самим разметить какой-то сабсет и вот чем хороша эта статья, она как раз показывает, если у вас сабсет очень маленький, как вот нагенерить те измененные фотки, чтобы их было много, чтобы натренировать. недавно недавно новость была, что ребята с гугла научились с помощью какого-то алгоритма какой-то сток убирать в ватермарке, а потом ребята из стока сделали анти-алгоритм генерацию динамической ватермарков. Я говорю, это по сути ганн, наверное. Я к чему, что я бы запустил примерно дальше алгоритм, чтобы они друг друга, но есть стандартная архитектура, примерно она работает так. Одна сетка пытается обмануть вторую, что она видит, а та пытается понять, это ложь или правда. И когда они начинают друг с другом много-много-много-много работать, то в итоге они создают модель, которая может решить эту задачу. Модель в основе вот этой игры в Го так работает и очень многие другие, поэтому понятно, как они сделали, но и более понятно, что можно решить и эту проблему, если заморочиться. Там вот я вижу. Ну давайте, да. Спасибо за доклад. Хочется спросить про ошибки, то есть те 10-5%, которые получаются. Я понимаю, что среди них будут и ложноположительные, и ложноположительные. И можно добиться, используя методологию, чтобы все-таки ошибки, 4-9-ки, были только ложноположительные, ложноположительные, чтобы быть уверенным, что ошибки будут в одной из куч, отфильтрованные или неотфильтрованные. Смотрите, ну понятно, что есть метрики, которые оценивают, куда skew, ну то есть у вас больше false positive или false negative, но когда, скажем так, как сбалансировать, я просто не знаю. Ну то есть, может быть, ответ на этот вопрос есть, но я его не знаю. немаловажный фактор, который я сначала искал, мне кажется, я бы очень призывал вас, или если там у вас product manager, product manager в первую очередь, до того, как вы начнете тренировать модель, условиться, какую точность вы окей. Потому что я вижу, когда люди начинают просто рубить, ну давайте я приведу пример, я надеюсь, Серега не обидится на меня, но вот смотрите, распознавание паспорта, вот там сейчас точность там 87%, давайте я вам расскажу, какие там ошибки. Ноль путается с о, но в последовательностях определенных мы знаем, что буквы не может быть. Понимаете, да? Простыми евристиками я могу эти 13%, а второе, что немаловажно, это, что это не так критично для продукта, потому что мы уже сэкономили столько времени человеку, что подправить чуть-чуть, что он там не распознал о и ноль и он единичку с ай иногда путает, ну это как бы просто не стоит этого добиваться. Поэтому я там не ответил на ваш вопрос, но хотел бы, чтобы вы более абстрактно на задачу смотрели, что сначала понять, а нужно ли рубиться за как бы оставшиеся проценты. Вот как раз это был мой второй мини-вопрос, есть ли какие-то сопроводительные методики, которые могут повысить, и в большинстве бизнес-случаев это можно искать, да, такие методики? Есть, скажем так, больше это такие визуальные тире common sense методики. Ну, например, если вы видите, что на большом количестве изменений, модификаций и количестве итераций тренировки не происходит существенного улучшения точности, то, например, в керосе есть готовые встроенные механизмы типа колбеки, которые говорят, если точность не изменилась в течение X эпох, эпоха это вот итерация 3, то прекращай искать, ну, и так далее. Соответственно, к чему? Обычно визуализируют, смотрят визуально насколько улучшается точность и говорят, что там хватит, допустим. Второе, это делают вот такие там early stopping и и же с ними колбеки, которые позволяют просто там не терять лишние данные и вот, кстати, хороший поинт, был недавно статья, я потом упомяну на медиуме, как-нибудь передам, может быть, в фейсбук-группу, что очень часто одним из лучших решений проблемы, ну, что не получается улучшить точность на большой дистанции, является просто добавить данных, получается, что, в принципе, ну, там, это реально сделать тем или иным образом, но какого, вот есть алгоритмы, есть признаки, индикаторы, что дальше не стоит, но я считаю, что надо плясать от задачи и от бизнес-области и не пытаться все решить, вот, например, в ситуации с фотками отелей, мы вообще две модели используем, одна определяет, что изображено, ну, там, допустим, что это ресторан, но есть такое правило, там, кто-то верит, кто-то нет, что люди не очень любят видеть других людей на фотках отелей, соответственно, у нас есть вторая модель, которая просто распознает лица, и для нее есть фейснет, он не фейснет, забыл, как называется, но есть, короче, баз дан, и что мы делаем, мы берем две модельки по факту, и если там увидели, что лицо определилось, вообще даже ничего не делаем, я к чему, что можно комбинировать а, модели, б, просто евристики, которые вы знаете по бизнес-области, типа 0 и О, они могут встречаться последовательно, но, конечно, можно сделать модель, которая научится, что О и 0 не могут последовательно быть, и поэтому сама поймет эту евристику, но это уж как хотите, что называется. Окей? Раз-два, так. Вот там есть, если у нас есть. Так, ну, сейчас туда, а потом здесь. Спасибо за доклад. Хотел задать вопрос по самим данным, потому что не совсем понятно было. Вот сначала была цифра 10 тысяч, 100 тысяч и метрика точность. Во-первых, непонятно, у вас классификация была бинарная или многоклассовая? Многоклассовая. Многоклассовая. И была ли у вас вот та выборка сбалансирована как-то? Хороший вопрос. Во-первых, если вот она была не сбалансирована, может, вы применяли там сэмплирование или бутстропирование? Я вот слышал об отложенной выборке, но об этом тоже хотел задать вопрос. И если вот все-таки классы не были сбалансированы, почему выбрали именно вот точность, а не какие-то другие синтетические метрики, типа Precision Recall или Rock Кривая, почему именно точность? Смотрите, два момента. Во-первых, очень хороший поинт про сбалансированность. Во всех теоретических примерах выбирают, что у вас идеально сбалансированный мир. Ну, например, у вас половина снимков с опухолей, ну, снимков опухолей злокачественные, а половина не злокачественные. На самом деле, конечно, даже близко не так. И проблема сбалансированности очень большая. Есть подходы, как решать это задачу. В нашем случае у нас этой проблемы не было. Точнее, я ее искусственно сократил. То есть, в общем объеме фоток их было, они были не сбалансированы. Ну, например, фотографий бассейна было сильно меньше, чем фотографий ресепшена, допустим. Но я как бы сократил искусственно это. Есть подходы, как это делать. И тут, наверное, не мне рассказывать, есть более продвинутые люди про это. Но я про второй поинт по поводу точности. На самом деле, я бы мог рассказать про другие метрики, какими можно оценивать. Но мне кажется, что если вот я говорю точность, то есть тех людей, которые есть здесь, почти все понимают, о чем я говорю. То есть насколько точно. Если бы я сказал какой-то коэффициент, мне бы сначала нужно было объяснить, а зачем появился этот коэффициент, почему точность не всегда объясняет. я бы потратил больше времени на то, что не является, по моему мнению, в пределах задачи, которая у меня была на докладе, важным, чтобы объяснить. И еще раз напомню, мы как бы простые люди, мы там не так глубоко смотрим в мотивации. Мы хотим решать задачи наиболее простым и быстрым способом с достаточным уровнем как бы точности. поэтому, может быть, не ответил, но sorry, как есть. Так, сейчас. Спасибо за доклад. Вы когда столкнулись с производительностью, вы там с CPU перешли на GPU, не было попыток сделать Python, Anywhere или куда-то еще сходить в такие места и к чему это привело? Смотрите, давайте, то есть я точно, как было, начал я все делать на своем как бы маке, соответственно, как я потом знал, конечно, здесь я не могу делать GPU вычисления. Дальше встал вопрос, окей, как бы, я был уверен, что это увеличит, не знал, насколько, увеличит скорость итерации. Соответственно, у меня стал второй вопрос, окей, что из, просто мы активно юзаем всю инфраструктуру Google, Google Cloud, что Google Cloud дает мне из GPU хостинга? И как раз примерно в то время они объявили, что они сделали GPU хостинг. Я, честно, не думал очень долго и много, я посмотрел, что тачка стоит в месяц 500 долларов. Это было сильно дороже, чем в других местах, сразу говорю. Но там можно pure hour. То есть пока вы же там тренируете конечное время. Соответственно, я просто ее взял для меня с точки зрения перехода с одного environment на другой это было наиболее просто. С точки зрения биллинга вот так, потому что мы сидим на всей, и я не занимался каким-то ресерчем, поэтому, наверное, не отвечу, что, но точно есть и более дешевый способ. Там мои знакомые купили просто себе карту, ну, оффлайн-ово. Как бы, кто как поступает, кому как. С картами сейчас сложно говорить. Ну да. Еще один вопрос озарел. Вы сэкономили кучу времени и денег за счет того, что использовали machine learning для распознания изображений. Есть какие-то еще примеры ваших бизнес процессов, которые были решены с помощью machine learning и какая-то конверсия по реальной денег. Да, хороший вопрос. Смотрите, во-первых, очень важно, не в деньгах, но вы поймете, почему это важно, то, что Серега рассказал про скан паспорта. Смотрите, там какая проблема, что есть открытые библиотеки, открытые и закрытые. Одну из открытых мы написали где-то год назад, да, соответственно, есть они, но ваш ап разбухает на 45 мегабайт, ну, плюс 45 мегабайт, а для нас как бы, ну, это очень критический поинт, у нас и так немаленький ап уже, и мы не могли себе этого позволить, и мы в какой-то момент, мы ввели эту фичу, увидели, как это все расползлось, как у нас упали конверсии с просмотра странички приложения вскачивания и выпилили, хотя мы знали, что это дает вялую, и потом, когда узнали, что выпустили ML в iOS 11, мы сели и заново решили эту задачу всеми встроенными механизмами, которые есть, я скажу вам, одна из крупнейших авиалиний мира, у них та же самая проблема, и когда я им рассказал, что они такие, я говорю, вот мы добавляем, плюс 40 мегабайтов, я говорю, больше не, а нет, да не может быть, и вот это реальный кейс, там двух месяцев назад разговора, поэтому это прям критичный фактор, поэтому вот это применение нам прям очень make sense, второе, вот сидит Никита, Никита у нас отвечает за маркетинг, но тоже после семинаров решил попробовать сделать модель, в общем, первичную версию сделал Никита, даже много поколений, где-то девять, по-моему, поколений разных моделей, но потом там уже стажер, и что они сделали, модель на основе поведения пользователя в нашем приложении прогнозирует, нужно ли этому пользователю отправить спам, чтобы он подписался на нашу платную подписку, то есть мы не можем отправлять всем, а он прямо отбирает, кому мы отправляем, и вот во сколько раз лучше, чем когда мы best guess свои евристики использовали, в два с половиной раза, точно это значит наша месячная выручка, но она не в два с половиной, это никогда не происходит, потому что канцелят еще подписки, но в целом то есть это повлияло очень существенно на бизнес результаты, вот пример второй, больше по-моему у нас ничего такого в компании нету, да, вроде бы все. Мне это напомнило кейс, который я недавно слышал на митапе этих машин леонеров, там чувак из визы выступал, ну и они там вот, говоришь рассылка про конвертацию в платных пользователей, а там чувак из визы рассказывал, что они там с крупным банком сегментировали базу клиентов на то, кому послать кредитку, собственно, например. Так. Да, спасибо, интересно, особенно интересно вот реальные кейсы и может быть все расскажете хорошо, достаточно просто, интересно, с огоньком, а были какие-то вот либо сложности именно в разработке, какие вот, на чем споткнулись может быть, интересно услышать. Спасибо. Отличный вопрос, помните я вначале сказал, что сначала думаю, что это очень сложно, понимаешь, что не так сложно, а потом, когда ты вот прям погрузился побольше, понимаешь, что на самом деле очень сложно. Из проблем, которые, с которыми вот там мы явно столкнулись, это как решить проблему вот у Никиты в задаче очень несбалансированное тренинг сет был. То есть смотрите, там там получалось, что большинство людей не покупает подписку, на которых обучали, сильное меньшинство покупает. Соответственно, мы столкнулись с проблемой сбалансированности, слава богу, у нас достаточно юзеров в целом, чтобы сократить по нижней грани, и все равно это были 400 или 500 тысяч выборка, на комп учили, но это вот была большой проблема, мы даже допустили эту ошибку, не учев сбалансированности изначально. Мелкая проблема, я не знаю, сейчас решили, Keras очень развивается быстро, достаточно быстро, и есть две проблемы, с которыми мы столкнулись, в какой-то момент на Keras 2 достаточно сильно поменяли функционально, и вторая, что конвертеры, чтобы запустить модельку на IOS, они под старый Keras, и еще по-другую, по-другой, ну, грубо говоря, есть нотация, как записать картинку размерности RGB, или в обратном, и, короче, еще была другая нотация, в общем, нам пришлось переделывать, чтобы запустить, а вот именно на уровне данных несбалансированность самая большая проблема, с которой мы столкнулись, что в реальности сильно несбалансированные, и второе, это ограниченность данных, но, как бы, вот я уже это упоминал, она, в принципе, есть подходы, как ее решать, это augmentation, и более агрессивный, там, dropout, например. Отлично. Я думаю, это был хороший, такой, завершающий вопрос из этой серии. Если что, то, ну, ты еще остаешься, да, или ты уже убегаешь. Ну, догоняйте Байрама, если кто-то хотел задать вопрос, надеюсь, что не все сейчас побегут за тобой. Большое спасибо Байраму,